Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя, прочтем слова из Священного Писания. И, конечно же, мы снова будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу на протяжении этой недели, приходили. И прочтем те, которые вы пришлете во время этого эфира. Я предлагаю в самом начале попросить у Бога благословений. Помолимся! Отец наш Небесный, мы признательны, бесконечно благодарны Тебе за все благословения, которые мы имеем от Тебя, за дар жизни, за то, что сегодня мы имеем возможность снова свидетельствовать о Тебе, о Твоей любви, о Твоей заботе. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты слышишь наши молитвы и отвечаешь на них. Благослови, пожалуйста, весь ход этой передачи, этот эфир. Благослови, чтобы все, что будет сказано здесь, было для Твоей и только Твоей славы. Мы хотим Тебя прославить, и мы преклоняемся пред Тобой, любящим и заботливым Богом, Отцом, Сыном и Святым Духом. Аминь. Прямо сейчас Вы можете написать Ваши молитвенные просьбы и слова благодарности нашему Богу. Здесь внизу, под этим видео, в строке комментариев. Также Вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы прочтем их в прямом эфире и передадим в наши молитвенные группы. И еще, если Вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у Вас есть молитвенный опыт, который мы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир принесет всем нам благословение. Ну а сейчас пришло время представить гостя нашей сегодняшней передачи Андрея Кацел. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Я очень рад, что Вы согласились прийти к нам на передачу, поделиться своим опытом, немножечко рассказать о себе. Прежде чем Вы расскажете свой молитвенный опыт, хотелось бы, чтобы зрители немножечко познакомились с Вами. Откуда Вы родом? Вообще, я родился на Украине, Киевской области. В Киевской области, да. Жили в Украине или там ездили по другим странам. До восьми лет жили на Украине, до моих восьми лет. Затем переехали в Беларусь и так обосновались. Так там, значит. Ну да, потому что в Советском Союзе, я знаю, многие переезжали по разным республикам, потому что это была одна страна. Хорошо. Но Вы, я так знаю, родились в семье верующих родителей, так? Так, скажите, кто больше всего оказал на Вас влияние в становлении Вас как христианина, как молитвенника? Ну, во-первых, пользуясь случаем, хочу поблагодарить за приглашение на программу. Ну, конечно, на этой программе, эту программу смотрел уже давно и знаю, что ее смотрят многие мои друзья, знакомые в Беларуси. И поэтому... Можно привет передать, да? Да, да, да. Я думаю, что многие даже, когда я уезжал в Америку, они сказали, говорят, Андрей, мы обязательно надеемся, что ты тоже когда-то будешь там. Ну, я не знаю, как, но спасибо за приглашение. Хочу передать привет многим моим друзьям, которые с удовольствием смотрят эту программу и получают эти опыты, поддержки, надежды, веры. Что касается, да, мои родители были верующие, и молитва была с самого детства в нашем доме. И, наверное, что молитва, она стала частью моей жизни. С самого детства? С самого детства, да. Ну, а вас учили молитвы? Или вы так учились вместе с родителями, когда общие молитвы были? Не помните это, да? Я не помню. Это все входило в сердце, когда родители каждый день склоняли колени и молились. Короче, с рождения вы были окутаны молитвами, да, родительскими. Ну, а можете вспомнить свою осознанную первую молитву? Не знаю, насколько это была осознанная молитва, да? Я очень вспоминаю тот момент. Действительно понимаю, что молитва – это наша защита, наша помощь, наша жизнь. Потому что я не могу объяснить по сегодняшний день, что такое молитва. Но знаю, что молитва – это является сила Божья, которая влияет на нашу жизнь. И я вспоминаю тот момент, когда мне было еще тогда, наверное, годик-полтора года. Полтора года, вы помните это? Я помню тот момент, но это было темно, когда наш дом разрушился ночью. И я верю, что только Бог, Он сохранил жизнь. Потому что одна балка дома, она упала прямо на то место, где я спал. Но благодаря тому, что кровать имеет вот эту вот спинку. Вот эти дуги, наверное, еще и металлические, советские времена были. Вот эта балка как раз упала на эту дугу, ее согнуло. Но я под этой балкой находился. Меня достала мама ночью с-под балки. Я был цел и невредим, и даже спал, наверное. Вот это такой момент. И понимаю, что это молитва, это сила Божья, которую мы призываем. И Бог постоянно посылает свою охрану, защиту, помощь и водительство. Ну а тот момент, который так в детстве, уже как-то помню. Это было мне тоже лето 4-5, и очень сильный ураган был в том районе. А наш дом стоял на горе. Потому что через несколько лет отец уже построил новый дом. И на этом месте он только еще крышу поставил, еще не закрепил ее, но уже поставил. И несколько часов гудел такой вот гул, стоял в небе. А потом буквально считанные минуты пронесся этот ураган. И в это время мы все стали на колени. Я вспоминаю эту молитву. Господи, Боже, спаси нас и нашу хату. Это вы так молились, да? Да, наверное, это все, что было. Одно только я помню, что деревья были вывернуты с корнями. Да, и что касается... Одна форточка только у нас болталась, ее куда-то унесло с окна. Так, а дом не развалился, как в том детстве? Дом совершенно остался стоять. Хотя родителям запрещали выходить после этого урагана, потому что во многих домах не было крыш. Крыши просто сносило. Так о вашем не была закреплена, вы говорите, да? Вот как Бог отвечает, как Бог силен, как Бог могуч, и Он слышит наши молитвы. Может, тут как раз был ответ на детскую эту молитву. Боже, сохрани нас и нашу хату. Боже, спаси нас и нашу хату. И это запечатлилось. Родители не вспоминали эту молитву. Спаси нас и нашу хату, да. Ну, что, хорошая молитва, искренняя молитва. Но раз крыша не закреплена осталась, а у других крышу снесло. И притом на горе стоял дом. Еще и на горе, да, обдуваемый со всех сторон. Да, вот. Да, вот, слава Богу. То есть у вас опыт, я так понял, с самого детства опыты. Раз уже балка падала один раз на вас, там, сохранила. Тут хата не разлетелась, да. Значит, у вас наверняка полна жизнь вот этими молитвенными опытами. А сегодня какой опыт вы приготовили? Конечно, жизнь с Богом, она, каждый день это опыт. Можно много опытов рассказывать, потому что ты видишь водительство Бога и те благословения Божии. Потому что сам я 30 лет совершал служение пастором и много лет занимался социальным служением, был директором АДРО в Беларуси. Поэтому, конечно, я хотел поделиться таким опытом, как связанным социальным служением. И много лет буквально выезжал за гуманитарными грузами, чтобы потом ввозить Беларусь из Германии и затем помогать распределять в различных местах. В организациях, в церкви. В организациях. Это общественные организации, это государственные организации, это религиозные организации. Да, и отдельно физические лица по нуждам. Вот, но интересно, это был опыт, который тоже вижу, насколько Бог близок. В это время, не знаю, привык доверять Богу. Понимаю, что ничего случайного нет. Если Господь ведет, значит, Он обязательно ответит на молитву. Иногда Он испытывает до определенного времени. И иногда не отвечает так, как ты хотел бы. Но иногда проверяет, иногда допускает какие-то испытания для укрепления веры. Ну и каждая машина, это определенные финансовые затраты, которые необходимы. Машины большие? Большие фуры, да. По 20 тонн груза. До 20 тонн. И, конечно же, в этот момент, вижу груз, был определен поехать в Ахен. Это где? За Кельном. Туда Германия. Германия, да. Сказали, что туда приезжайте, там груз для вас готов. Через знакомых людей. Ну и машина была заказана, машина отправлена. И, как правило, я выезжал туда для того, чтобы проверить качество груза. Особенно туда, где впервые загружаюсь. Увидеть, что привозим, для того, чтобы было распределено так достойно. И вот мы приехали туда, и вроде бы складывали все обстоятельства, что эта поездка должна была состояться. И я видел водительство Бога. Мы приехали туда, становились на место. Нас встретили люди. Сказали, все, ваша машина стоит, вы можете идти свободно, отдыхайте, гуляйте, пока машина будет загружена. Я этих людей впервые встречаю. Я минут 10 подождал, подождал. Они начали паковать машину. Сказали, полчаса, час, машина будет запакована. Знаете, но внутри у меня такое было беспокойство. Я решил подняться все же в то место, откуда берут этот груз. Когда я зашел, там сотни таких баулов по 200... Чуки большие. Чуки большие, килограмм. Может быть по 300, 500, по 300 килограмм где-то. И я решил раскрыть этот тюк. Посмотреть, что там такое. Посмотреть, что там, да. Это внутреннее было побуждение? Это внутреннее побуждение было, да. Я пришел, открыл, посмотрел. И там не нашел достойно вещи для того, чтобы дать людям. То есть вещи плохие были. Кто-то в краске, порванные вещи. Вау. Вот. То есть это было ветошь. Я тогда смотрю другой тюк. Открываю, смотрю то же самое. Ветошь. Там ветошь. Там ветошь. Я тогда поднимаюсь в машину. Уже там около 10-15 баулов таких было упаковано. Я поднимаюсь туда. Скрываю, скрываю, скрываю. Смотрю ветошь. Я говорю, стоп. Снимаем все обратно. И вы знаете, в этот момент такое вот внутреннее состояние. Разочарование, да? Нет. Разочарования нету. Но я говорю, господи, сразу, что ты хочешь сказать? Вместо хороших вещей, которые можно там раздать, в Беларуси, да? Вы получаете просто ветошь. Да. Это были люди, предприниматели, которые мне посоветовали. Поезжай, там, все готово и все получишь, да? И люди такие, занимающиеся бизнесом, посоветовали мне это место. Ну и как-то я сказал, все, стоп. Разгружаем эту машину. Они, почему, почему, почему? Я говорю, нет, эту ветошь я вести не буду. Как я буду смотреть людям в глаза? И большие деньги вкладывать сейчас, божьи деньги, в это дело не пойдет. Но внутри у меня не было другого решения. У меня не было вот альтернативы для того, чтобы найти место другое, где меня ждут. То есть отказываетесь здесь и больше никаких вариантов? Варианта у меня не было. А водителю надо заплатить за машину? А водителю заплатить надо за машину. И это большие деньги. И я понимаю, что есть тот, к которому я могу обратиться. Это друг? Это друг. Это друг. И я пошел с братом для того, чтобы поговорить с ним. И это была чисто сердечная такая беседа, где мы ушли в парк. И около четырех часов мы ходили, разговаривали с ним. Вау. И разговаривали. Мы будем ждать, Господь. Мы будем ждать. Но я знаю, что мы не случайно здесь. Ты знаешь, почему мы приехали. Ты знаешь, почему так произошло. Ты знаешь все. Поэтому мы ждем. Вот от тебя ответ. Вы были уверены, что Бог даст ответ? Сто процентов было уверено. Волнение было? Волнение было. По-человечески было. Но, вы знаете, уже была практика такого доверия Богу, что случайностей не бывает. Обязательно Бог ответит. И если что-то Он допускает, Он обязательно укажет, почему это происходит. И вы четыре часа ходили по папке. И это было четыре часа. Да. Только Бог и общение, молитва, разговор, осмысление, что Господи, ты хочешь сказать. Но одновременно я решил позвонить. И, конечно, своим друзьям, что такая ситуация у нас возникла. Поделился. Потому что, если Господь действует, то Он иногда говорит лично. Ну да. Но часто Он еще говорит через людей. И обращается через людей. И люди начинают получать тоже какую-то информацию. И тогда получаешь ответ. И вы позвонили друзьям в Германии? В Германии. В Германии. Просто рассказали о нашей ситуации. И сказали, мы молимся, молитесь и вы. Да. И буквально через четыре часа мы получаем ответ. Звонок раздается нам. Хотя мы сразу сообщили, да, все, молились. Но раздается ответ. Пожалуйста, вас ждут в другом месте, спустя там 250 километров. Вас ждут на разгрузке. Это было... На загрузке, да? Да, на загрузке, да. Это Ивановский христиан-баптистов. Была община, куда нас пригласили для того, чтобы загрузить гуманитарный груз. И действительно, когда прихожу, говорю, ответ есть. Пожалуйста, отправляйтесь в Берг-Нойштадт. Да, там уже есть возможность загрузиться. Мы приехали, мы познакомились с прекрасными людьми. Замечательными. Вместе молились. Мы делились этим опытом. Да. И Бог благословил прекрасным грузом, который был заполнен, наш автомобиль. И много-много таких чудесных подарков мы смогли передать людям, которые там находились. В Белоруссии, да. И вот я таким образом убежден, что Бог всегда знает любую ситуацию. И Он всегда имеет выход с любой ситуации. Важно не переживать. Успокаивать себя, потому что волнение-то было, переживания были. Да, да, да. Но обязательно Бог даст ответ. Бог даст ответ. Иногда я так сравню для себя. Жизнь Орла. Жизнь Орла. Он сидит на скале и ожидает дуновения ветра. И как только ветер пошел, да, Он расправляет крылья и летит. Вот важно иногда вот ждать, ждать. Я понимаю, еще усвоил такой опыт, что действительно Бог хочет, чтобы мы были действительно Его каналы. Мы не принадлежим себе. Да. Бог говорит, вы куплены дорогою ценой. Да. И поэтому Он сотворил нас по образу и подобию своему, чтобы Он мог отражаться в нас. Да. Он мог отражаться в нас. Поэтому понимая в том, что у Него есть свои планы, у Него есть своя воля, и Он желает каждодневно проводить свои планы через нашу жизнь. И в этом имеешь мир и покой. Слава Богу. Что вы почувствовали, когда вам позвонили и сказали, все, едете, есть товар, так сказать, есть груз, езжайте, загружайтесь. Что было, что вы чувствовали? Наверное, прежде всего, я вспоминаю тот момент, когда мы позвонили, мы сказали, Господи, спасибо, спасибо, ты чуден, ты знаешь, что ситуации, для тебя нет ничего невозможного. Иногда люди, вы знаете, вот так вот в опыте таком, Андрей, почему ты такой спокойный, Андрей, почему ты вот ничего не делаешь? И вы знаете, Бог научил ждать, Бог научил ждать. О, хорошее. И вот этот ответ, он обязательно приходит, он обязательно приходит для какой-то цели, Бог дает испытание для какой-то цели. И поэтому молитва – это такая вот возможность соединяться с Богом всегда, чтобы Божьи планы, Божья воля, Божьи дела могли совершаться вот в этой жизни. И ты имеешь мир при любых обстоятельствах. И вот это преимущество, конечно, есть, вот я так сравниваю, что в нашей жизни есть вот эти вот холестериновые бляшки, которые самонадеянности, да, или надежда на людей, да, где ты пытаешься, вот, и тогда стрессы начинаются. Да, но когда ты надеешься на Бога, то обретаешь мир в любой ситуации, в какой бы ни был, ты знаешь, у Бога есть всегда выход в свое время. Приходит ответ от Бога обязательно, от Него обязательно есть ответы. Да, да, аминь, да и аминь. Так что четыре часа, если надо было, вы бы ходили больше, да? Больше, конечно. Слава Богу, да. Спасибо большое за опыт, удивительный опыт, потому что только те люди, которые чувствуют груз ответственности, особенно финансовые, когда вкладываются деньги и впустуют, и понимаешь, что они просто улетят. И, естественно, это вызывает волнение какое-то, человек всегда хочет куда-то бежать, вот, а здесь, как вы говорите, надо ждать дуновения ветра. Спасибо, спасибо большое. Друзья, а вам приходилось ходить по лабиринтам? Что самое важное в поиске выхода? Думаете, умение ориентироваться в пространстве? Не думаю. А может, самое главное, это сохранять спокойствие, когда заходишь в очередной тупик, особенно, когда другие кричат в ухо или постоянно тебя треплют, говорят, я же говорил, или я же говорила, что нужно было идти в другую сторону. Уверен, что и в жизни вам не раз приходилось попадать в тупиковую ситуацию, как и нашему гостю сегодня. Что вы тогда чувствовали? Что делали? Что говорили? Как искали выход? Помните самую яркую библейскую историю тупика? Наверняка, большинство из вас представили выход народа Божьего из Египта, когда они попали в тупик у Черного или Красного моря. И это была не игра. Это был не парк с лабиринтом. Это был смертельный тупик. Спереди море, кстати, без плавательных средств. А сзади боевые колесницы фараона. И горы не дают уйти в сторону, убежать. И там все произошло так, как обычно происходит с людьми. Мы можем даже прочесть исход 14 главе. Когда фараон был уже недалеко, и сыны Израилевы вдруг увидели, что египтяне гонятся за ними, они пришли в ужас и воззвали к Господу о помощи. Да, перед смертельной опасностью люди всегда вспоминают о Боге и даже молятся. Молодцы, что молятся. Но я почему-то уверен, что не все там молились. Ведь когда мы читаем дальше, мы видим, что некоторым некогда было молиться. Ведь им нужно было обязательно найти Моисея. И мы дальше читаем. Разве не было могил в Египте, что ты увел нас умирать в пустыню? На что обрек нас, уведя из Египта? Обрушились они с упреками на Моисея. Не об этом ли мы вели речь с тобой еще в Египте? Мы же тебе говорили, ты не там повернул. Да, людям свойственно в своих бедах винить других. Хотя это же они же сами делали выбор. А что Моисей? Похоже, он один был спокоен. Удивительно. Мы читаем дальше. Моисей говорит, не бойтесь, ответил им Моисей. Стойте и увидите, что совершит сегодня Господь и какое спасение вам Он уготовил. То есть, стойте, другими словами, ждите ветра. Египтяне, добавляет он, на которых вы ныне со страхом смотрите, уже никогда их не увидите. Конечно, кто-то может сказать, но он спокоен, потому что Бог предупредил ему об этом. В самом начале этой главы написано. Друзья, но разве нас Бог не предупреждал? Разве не нам? Он много раз через свое слово говорит, через пророка Исаию. Я, Господь, Бог твой, я держу тебя за руку и говорю, ничего не бойся, я помогу тебе. Интересно, разве Бог не мог найти для своего народа другой путь без этого тупика? Или, с другой стороны, неужели Бог не мог остановить фараона? А может, друзья, всем нам нужны тупики в лабиринтах жизни? Разве такие тупики не делают нас опытнее и совершеннее? Конечно, сердце будет щемить. И многочасовых молитв в парке, как у нашего гостя Андрея, нам не избежать. Только как еще нам научиться доверять небесному Папе? А разве опыт тупиков не приближает нас к нему, к Папе? Вы сами что об этом думаете? Так, Андрей, пожалуйста, помолитесь и о тех всех молитвенных просьбах, и о всех нас, христианах, чтобы мы все-таки научились делать паузу и ждать дуновения ветра, как это было у вас и как было у Ильи на горе. Помолитесь. Чудный, вечный, праведный Отец наш Небесный, мы желаем, Господь, искренне поблагодарить Тебя, что Ты всегда слышишь наши молитвы, что Ты дал молитву, которая действительно передвигает горы, и для Тебя нет ничего невозможного. Спасибо Тебе, Господь, что Ты не просто слышишь, но Ты отвечаешь на молитвы. Мы желаем, Господь, искренне поблагодарить Тебя за этот опыт веры, опыт доверия, который Ты с каждым разом формируешь через веру, чтобы, Господи, не мы жили, но Ты жил в нас. Отче, благодарность Тебе, что и на этой программе многие, смотря ее, укрепляются в вере и обретают свой личный опыт. Но перед нами, Господь, вновь большой букет, большой букет переживаний, горя, слез, страданий, как в семьях, как и в личной жизни. Отче, потому что мы живем на этом мире греха. И Ты знаешь, Господь, что нам некому обратиться. Только Ты знаешь намерение о нас, намерение о блага, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Господи, и мы доверяем Твои руки, любящие руки всех этих людей, все эти семьи, всех этих детей. И также, Господь, кто болен, кто страдает от зависимостей, кто находится, Господь, в кризисной ситуации во время войны или же иных обстоятельствах, Господи, Твои руки объемлят этот мир. И мы, Господи, верим, что Ты слышишь наши молитвы. Все эти молитвы, которые сегодня были представлены на этой программе. Отче, мы доверяем Тебе. Эти нужды доверяем Тебе. Боже, услышь нас и воздай по милости и любви Твоей. И дай нам мир, терпение, смирение. Господи, и обязательно научи нас всецело доверять Тебе, что мы могли сказать, отныне не я живу, но живет во мне Христос. И что живу верой, то живу надеждой в Господь, которая не умолкает, никогда не постыжает Господь. И поэтому верим, что Ты ответишь на каждую молитву. Верим, Господь, что Ты уже ответил на молитвы этих сотен людей, которые высказали свои просьбы. И благодарим Тебя, что Ты слышишь нас, что Ты делаешь более, чем мы просим Тебя. Ибо мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Большое спасибо за молитву и за этот опыт. Получается, даже несколько опытов, и детский опыт. Спасибо большое. Пусть Господь благословит вас, вашу семью и ваше пребывание здесь и в служении. Спасибо. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. И я очень благодарен, в первую очередь, Господу и вам за время, проведенное вместе. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи вечером в 7 часов в следующую пятницу. И пусть Господь хранит, бережет и благословляет вас. «Молитва, передвигающая горы» в следующую пятницу.